Если бы я решил сказать плохое о Хабибе, я бы напомнил его высказывание после победы, где он выражал респект Путину, понимаете? Вот вещи, которые неприемлемы. Вы думаете, нечего сказать, что ли? Есть что сказать. Но я этого не сказал, потому что речь шла о его посте про Макрона. И в этом ключе я ничего плохого о нем не говорю. Так что будьте справедливы. Уберите эту ненужную ненависть из своих сердец. Это не способствует нашему единству. Алло, Дибир с тобой вышел в эфир. Он в своем эфире говорил, что с тобой диспут сделает за то, что ты там про Хабиба что-то сказал. Слушайте, я видел какой-то сториз из Дагестана. Парень, я не знаю, кто он, какой-то спортсмен. Мне скинули запись его сториза, где он обращается к своим соотечественникам, дагестанцам. Он говорит, типа, Тумсо что-то сказал про Хабиба. Вы меня спрашиваете. Какая разница, что там сказал Тумсо. Плевать, типа, что сказал Тумсо. Вообще его не слушаете. После того, что он сказал про имама Шамиля, вообще его не слушаете. И что-то такое. И я такой чешу репу и думаю, а что я сказал про Хабиба? Но когда он продолжил про имама Шамиля, я сразу понял примерно понимание этого человека и вообще подобных людей. Я... Начнем с Хабиба. Я ничего плохого не сказал про Хабиба. Более того, даже про его высказывание я не сказал ничего плохого. Потому что... Ну это что там скажешь? Я сказал, что было бы лучше, если бы он сделал это более грамотно, так, чтобы люди могли почитать, прислушаться, призадуматься. Не просто там оскорбил бы, а сделал бы это как-то более цивилизованно и грамотно. Было бы лучше, вот это ключевое. Это не значит сказать что-то плохое про Хабиба. Почему вы настолько несправедливы? Что с вами случилось? Это я пока еще не перехожу к имаму Шамилю. Это вообще полный аут. Про имама Шамиля я сказал, что я не считаю его героем. Это что, тоже значит сказать что-то плохое про человека? Вы серьезно так думаете? Это получается, следуя вашей логике, я сейчас... Любой человек, кто скажет, что я не герой, он сказал что-то про меня плохое, получается. Я теперь должен его игнорировать, должен его возненавидеть, проявлять непричастность к этому человеку. Просто потому, что он не считает меня героем. Я никогда ничего плохого не говорил про имама Шамиля. Никогда. Я делаю дуа за имама Шамиля. Я лишь сказал, что я не считаю его героем. И я это повторяю. Да, я не считаю его героем. И он не является героем. Это мое мнение. Я имею на него право. Почему после этого меня не нужно слушать? И самое интересное, те люди, которые говорят, типа, мы дагестанцы не должны там слушать. Тумсо пусть он там занимается своими проблемами. Вот интересно, как имам Шамиль посмотрел бы на вот такое высказывание, типа, там они, Чечня, это отдельная тема, там вы не слушаете чеченцев, там чеченцы пусть не слушают дагестанцев. Как интересно, имам Шамиль отреагировал бы на такие слова. Точно ли, вот тот, кто выражает такие мысли, точно ли он последователь имама Шамиля? Недостаточно, знаете, того, чтобы считать имама Шамиля героем, там, кто-то даже поклоняется ему чуть ли, да, при... Чрезмерность проявляет в почитании этой персоны. Недостаточно вот просто вставить его фотографию на аватарку, просто при любом удачном моменте называть его имя, там, говорить, помиловать его Аллах и так далее. Этого недостаточно, если вы полное противоречие этому человеку. Вы лучше возьмите то, что было хорошее в нем и следуйте этому. Ведь это был человек, который пытался объединить Кавказ. Это был лидер, как минимум, нескольких кавказских народов. Почему вы не берете с этого пример? Вместо этого вы почему-то взяли пример с его конца его жизни, когда он решил сдаться России. Вот это вы взяли в пример, и никто из вас слова не говорит, боится сказать что-то... против России. И я не говорю вам это говорить. Я понимаю ваше положение, вы живете там. Но если вы не можете говорить это, не говорите и другого. Просто оставьте. Следуйте за тем, что было хорошее в нем. Я думаю, что имам Шамиль, ему бы не понравились вот такие высказывания. Типа, чеченцы там, это они сами, пускай там слушают чеченцы, а вы дагестанцы его не слушаете. А чеченцы пусть не слушают дагестанцы. Вот я убежден, что имам и Шамилю такие слова явно пришлись бы не по душе. Что касается Хабиба, я еще раз повторяю, выразить мнение о том, что стоило бы сделать лучше, это наоборот пожелать человеку что-то хорошее. Это не сказать что-то плохое о нем. Я ничего плохого о нем не говорил. Если бы я решил сказать плохое о Хабибе, я бы напомнил его высказывание после победы, где он выражал респект Путину, понимаете. Вот вещи, которые неприемлемы. Вы думаете, нечего сказать что ли? Есть что сказать. Но я этого не сказал, потому что речь шла о его посте про Макрона. И в этом ключе я ничего плохого о нем не говорю. Так что будьте справедливы. Я не знаю, уберите эту ненужную ненависть из своих сердец. Это не способствует нашему единству. Асустек. Салам алейкум. Как считаешь, намеренно они хотят зашкварить Хабиба, дав ему героя РФ? И согласится ли Хабиб на это клеймо? Ведь мы знаем, кому и каким персонажам они дают эти ярлыки. Алейкум ассалам. Я думаю, что у него не будет никаких шансов отказаться. Он, конечно, согласится. И возможно, они его таким образом, как ты выразился, пытаются зашкварить. Это не исключено. И это очень тяжелое, на самом деле, положение у него. Так как... Ну как ты откажешься? Отказаться, это значит бросить вызов, очень серьезный вызов, в государстве, где вызовов не приемлят. Это вам не США и не Мухаммад Али, который бросил вызов стране, системе. Ну и Хабиб, конечно, не Мухаммад Али. Поэтому здесь... Я думаю, что если ему реально присудят эту награду, то он ее возьмет. Когда я говорю, что а куда он день, типа, а как он откажется? Это не значит, что невозможно. Возможно отказаться, конечно, никаких проблем. И для него это, на самом деле, еще более реальнее, чем для любого из нас. Потому что он человек обеспеченный, он уже миллионер. Ему нет никаких проблем, конечно, бросить этот вызов, выйти против системы, переехать. Он сможет это сделать. Но сделает ли? Вот вопрос. Я не думаю, что сделает. Так как те действия, которые он предпринимал до этого, не дают нам повода думать, что он сделает подобное. Какой нынешний правитель из СНГ вызывает у тебя наибольшее доверие? Ну, или кто из них наименее отталкивающих для тебя? Вот смотрите, из постсоветских стран я сейчас буду говорить не о личном отношении к человеку, а я буду говорить о том, как он пришел к власти, и на основании этого к нему есть доверие. И это сейчас не нужно будет интерпретировать на какие-то конфликты и прочее. Мы сейчас говорим, мы отстраняемся от всех конфликтов, от всего-всего, а мы говорим просто о том, о лидере и о том, как он пришел к власти. И поэтому в первую очередь хочется, конечно же, назвать Пашиняна. Хоть и в вопросах Азербайджана, там, армянского конфликта мы поддерживаем Азербайджан, но если мы будем говорить о личностях Алиеви и Пашиняне, и о том, как они пришли к власти в своих странах, какими правителями они являются, то симпатии на стороне Пашиняна, потому что этот человек, он реально народно избранный лидер в этой стране. И здесь, ну, это не узурпатор власти, это не человек, который там является диктатором, тираном, нет. Поэтому здесь, в этом плане, как именно к лидеру, пришедшему к власти путем народного выбора, он симпатичен. Также президент в Украине, человек, которого избрали украинцы, украинский народ. Поэтому вы можете там любить его, не любить, там, комик он, клоун он для кого-то там, да, но он избранный президент, поэтому он симпатичен. А вот люди, которые приходят к власти путем выборов, как Путин, когда не выборы, а это просто такой фарс. И вот тут сразу же вспоминается Казахстан, Россия, Азербайджан. Здесь, ну, эти люди не симпатичны. В Киргизии, единственное, Киргизия, они, конечно... А, Беларусь был, кстати, Беларусь тоже в этом списке, но сейчас мы надеемся, что там что-то изменится. А вот что касается Киргизии, то они, Киргизы, ну, молодцы, конечно. Они там с собой особо играть не дают. Власть моментально скидывают, когда она начинает борзеть. Но при этом все равно как-то в какое-то русло такое нормальное, пока у них это не пришло, не вошло. Но, ну, будем надеяться, что все нормализуется. В любом случае, у них есть все шансы для этого. Так как там гражданское общество очень мощное в Киргизстане. В Киргизстане. Субтитры подогнал «Симон»